С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Сегодня мы вас познакомим с достаточно специфической звездой, обозначенной как ПВ телескопа и в ее лице еще с одним видом очень своеобразных химически аномальных переменных, отнесенных к типу, прототипом которого как раз и является упомянутая выше светила. Наш рассказ начнем с того, что звезда ПВ телескопа или HD 1684-76 известна землянам уже давно, однако кто стал ее первооткрывателем, сказать трудно, поскольку все проанализированные нами источники не дают ответ на этот вопрос. Имея примерно девятую звездную величину, светило находится за пределами видимости невооруженным глазом. Однако при наличии телескопа легко детектируется в основном из южного полушария в направлении компактного созвездия телескоп, располагаясь на прямом восхождении в 18 часов 23 минуты между 14 и 15 секундами, при южном склонении в 56 градусов 37 минут между 44 и 45 секундами. При классификации этой звезды многие источники называют ее голубым сверхгигантом. Если брать спектральный класс, а это Б5, что соответствует бело-голубой звезде и радиус светила почти в 40 радиусов нашего Солнца, то это определение на первый взгляд кажется вполне резонным. Однако, если посмотреть на массу, которая примерно на 6 процентов меньше даже солнечной, то тут гораздо привычным и логичным звучало бы красный гигант или сверхгигант. Но ПВ телескопа имеет бело-голубой цвет и достаточно горяча, выдавая на своей поверхности около 12500 кельвинов и общую балометрическую светимость 25000 солнц. Уже эти факты выделяют данное светило на фоне обычных звезд, четко распределяющихся по диаграмме Гершпрунга-Рассова. Но это далеко еще не финальные аномалии ПВ телескопа. Самой главной из них является то, что это светило в своей атмосфере в значительной мере лишена водорода, о чем свидетельствуют слабые линии этого элемента в спектре звезды. И напротив, линии гелия и углерода заметно усилены, что свидетельствует об их подавляющем преобладанию в процентном соотношении. В связи с этим ПВ телескопа в некоторых источниках на данный момент называют даже экстремально гелиевой звездой. В довершении ко всему ПВ телескопа испытывает периодические изменения в своей видимой яркости примерно на одну десятую звездной мельчины в масштабе времени от часов до дней, наиболее чистой вариацией длящейся от 8 до 10 земных суток. Забегая наперед, скажем, что природа переменностей и ПВ телескопа и однотипных с нею переменных до конца непонятна. Однако в последнее время ее объясняют непостоянной плотностью углеродной пыли в атмосфере светила и незначительными радиальными пульсациями, характерными для звезд, пребывающими на гигантской стадии. Долгое время ПВ телескопа держалась как бы особняком, являясь непонятной во многих отношениях пикулярной и аномальной звездой, пока присущие ей особенности не стали обнаруживать у других уже известных и вновь открытых светил. А это позволило выделить отдельный класс переменных, прототипом которых стала уже известная нам ПВ телескопа. Поскольку англо-латинское сокращение обозначения прототипа значится как пивител, то звезды этого типа стали называть пивителами. В одном из источников мы обнаружили термин телескопиды, как общее название этого класса светил. Однако скорее всего оно неофициальное, а поэтому и редко употребляемое. Как же образовалась сама звезда ПВ телескопа, а также подобные ей светила? Вот тут перед нами предстает основная загадка, разрешить которую направлены две основные гипотезы на этот счет. Все дело в том, что зародиться как обычные звезды из газополевых облаков, пивителы естественно не могут, поскольку этому полностью противоречит их химический состав. Значит их природа пикулярна, и аномальность должна объясняться какими-то постигшими их катаклизмами или же особенностями эволюционного развития. Первая гипотеза гласит о том, что ПВ телескопа не столь непривычно по своей сути и эволюции. Согласно этого предположения, звезда вполне естественно развивается на красной гигантской стадии на симпатической ветви до тех пор, пока в один прекрасный момент не испытывает тепловой импульс, или как его еще называют тепловую вспышку в слоевом гелиевом источнике. То есть стеными сломами, повторный запуск гелиевых реакций, приходящих на смену водородным в оболочке вокруг звездного ядра. Этот процесс, во-первых, разогревает светило на поверхности, изменяя его спектральную цветность вплоть до голубого, а во-вторых способствует смешиванию ярко выраженных слоев звезды, что обеспечивает подъем на поверхность S элементов и углерода в частности. Вроде бы все просто и ясно, но эта гипотеза не объясняет достаточно большого содержания гелия в атмосфере практически всех известных на данный момент пивителов. Избыток гелия призвано объяснить вторая имеющаяся на этот счет гипотеза, предложенная группой ученых в 2006 году. По ней пивителы и телескопа в частности не что иное, как продукт и результат слияния двух маломассивных белых карликов, сумма масс которых далеко не превосходит предел Чандрасакара. Причем одним из которых, по всей видимости, является гелевый белый карлик, а другим углеродный или же при определенных условиях кислородный. У данной модели также много критиков, однако она все же имеет достаточно прав и оснований на жизнь. Отметим также и то, что на сегодняшний день науке известно о существовании двенадцати пивителов, которые можно с достаточной уверенностью отнести к этому классу, и еще восемь светил нуждаются в подтверждении своего статуса или же в опровержении его. Все подтвержденные пивителы астрономы делят на три типа. К первому типу относят звезды спектрального класса А и позднего класса Б. Ко второму – горячие звезды класса О и раннего класса Б. И к третьему – более холодные светила классов Ф и Ж. Среди наиболее ярких представителей переменных классов пивителов выделим КС Персея – белоголубую гигантскую переменную, богатую гелием и углеродом, по всей видимости одиночную с околосолнечной массой звезду, удаленную от нас примерно на 2938 световых лет. HM весов – оранжевую, в некоторых источниках красную гигантскую переменную, с преобладанием в ее атмосфере углерода, удаленную от Земли примерно на 1942 световых года. V 1920 лебедя – белоголубую гигантскую экстремально гелиевую переменную, удаленную от нас примерно на 3500 световых лет. НО змеи – переменного, белоголубого, маломассивного гиганта, с преобладанием в атмосфере гелия и углерода, прибывающего от нас на удалении в 1920 световых лет. ДН льва – переменную гигантскую, экстремально гелиевую, белую-голубую звезду, с массой в две массы Солнца, удаленную от нас примерно на 2100 световых лет. И главную компоненту в системе Y-стрельца – переменного сверхгиганта с радиусом около 60 солнечных, спектральный класс которого меняется от A до B. С одной стороны, если брать насыщенность его атмосферы гелием и углеродом, он соответствует типу пивителов. Однако, если посмотреть на его массу в 25 масс Солнца, то тут он явно выпадает из стройного ряда переменных типа ПВ-телескопа, которые имеют в основном околосолнечные массы. К тому же, если возвращаться к теориям эволюции таких звезд, то тут вторая приведенная нами выше гипотеза со слиянием двух белых карликов не работает вообще. Как бы там ни было, но переменные типа ПВ-телескопа или пивителы – очень любопытно оригинальный, но к сожалению очень малоизученный класс светил. В этом выпуске мы попытались донести вам максимум имеющейся у нас по ним информации. А что из этого получилось – судить как всегда вам, дорогие наши подписчики и пользователи. На этом канал VideoNews благодарит всех вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.